МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незаменимых нет. Глава Дагестана прозрачно намекнул на грядущие отставки глав муниципалитетов. Надежда на жизнь. Дагестанские врачи спасают детей от страшной болезни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые любвеобильные столицы Дагестана стали чаще жениться и меньше разводиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. На минувшей неделе состоялось общее собрание Совета муниципальных образований Дагестана, в работе которого принял участие и глава республики Владимир Васильев. Он прокомментировал нашумевшее событие недели, протестную акцию жителей Каекенского района. Обращаясь к присутствующим, руководитель региона отметил, что проблемы с газоснабжением, толкнувшие людей к протестным действиям, не что иное, как следствие безответственного отношения к работе в районах и муниципалитетах. Один разрешил построить теплицу, другой не проверил, третий не принял меры, и вместо 11 соток – гектара. Третий, и четвертый, и пятый не посмотрел, а что с ГРС? А как система организованной подачи газа? А оказывается, это не закольцованная, а тупиковая линия. И что будет там, на краю, вот кто живет? Кто подумал об этом? Кто? Чего вы ждете? Я об этом должен думать. Вы все руководители. Почему не думаете? Почему люди у вас вышли? Потому что вы не слышали, не способны решать задачи. Отметим, что из-за систематических перебоев газоснабжением в Кайкенском районе жители накануне вышли на акцию протеста. Обострилась ситуация из-за резких холодов. Протестующие даже попытались перекрыть федеральную автодорогу Ростов-Баку. Как выяснилось в ходе разбирательства, причины перебоев с подачей газа напрямую связаны с работой тепличных хозяйств района, где норма потребления голубого топлива попросту не рассчитана, а расход всегда большой. Вы понимаете, что такое, когда люди идут на дорогу? Это значит вам ноль оценка. И мне тоже. Я не раздавлю. Я очень прошу, задумайтесь над этим. Глава республики отметил, что совсем скоро истекают полномочия глав 24 районов и городов Дагестана и почти 500 сельских поселений. В этой связи Васильев рекомендовал основательно подготовиться к предстоящим выборам, но не исключил, что с кем-то из глав придется попрощаться. Главным экзаменом для глав муниципалитетов станет показатель собираемости транспортного налога. В этом году необходимо собрать в этой сфере более 1 миллиарда рублей, и главы должны активно этому содействовать. А иначе, как отметил глава региона, будет действовать старый принцип – незаменимых людей нет. И о делах созидательных. Более 1 миллиарда рублей выделят Дагестану на благоустройство территорий. Всего в рамках программы формирования комфортной городской среды будет благоустроено 250 объектов. Работы планируется провести на 145 общественных и 109 дворовых территориях. Адреса, включенные в программу, можно посмотреть на сайте правительства Дагестана. Не останется в стороне и главный город. До конца 2022 года собираются отремонтировать основную магистраль столицы Дагестана – проспекты Мама-Шамиля. Протяженность самой главной транспортной артерии города – 6,5 километров. В рамках реконструкции запланированы работы по замене инженерных сетей, асфальтового покрытия и капитальному ремонту дорожного полотна с возможным его расширением. Также предусматривается создание разделительной полосы и зеленых зон. Кроме того, будет полностью заменено дорожное освещение. В Махачкале стали чаще жениться и меньше разводиться. Около 4 тысяч браков зарегистрировано столичным ЗАГСом в 2019 году. Количество брачующихся растет год от года, превышая показатели прошлых лет. Тенденция роста продолжилась и в этом году. Только за первый месяц года в ЗАГСе принято порядка 500 заявлений и зарегистрировано 350 супружеских пар. Браки повзрослели, выходить замуж и жениться стали позже. Средний возраст создающих семью махачкалинцев составил 25-30 лет. Между тем, разводов в столице республики стало намного меньше. Большинство решивших подать на развод прожили вместе не больше года. Республиканский онкологический центр теперь сможет принять в два раза больше пациентов. На днях на базе учреждения прошло открытие суперсовременного корпуса, строительство которого было начато еще в 2012 году. Средства в размере 350 миллионов рублей на завершение долгостроя были выделены федеральным центром по просьбе главы республики Владимира Васильева. В эксплуатацию введены стационар на 40 коек и поликлиника на 200 посещений в смену. Все это позволит выявлять опухоли маленьких размеров, соответственно оказывать своевременную помощь пациентам. Высокотехнологичное оборудование, установленное в новом корпусе, позволяет делать операции практически любой сложности. И мы с вами прекрасно знаем ранняя диагностика, это продолжение активного образа жизни для наших людей. Всех нас хочу поздравить с новым консультативным диагностическим корпусом, поликлиникой, стационаром. И вот такие вот объекты, чтобы у нас сдавались как можно чаще, условия работы нашей улучшались. А за этим стоит действительно, что будут наши пациенты в более ранние сроки получать необходимую помощь. И соответственно и продолжительность жизни в целом. И удобнее вернуться населению улучшится. Кроме того, еще планируется строительство корпуса на 150 коек и дооснащение больницы современным оборудованием. По словам специалистов, это позволит значительно снизить количество пациентов, вынужденных выезжать на лечение за пределы республики. Отметим, что каждый год в Дагестане выявляются порядка 5000 новых случаев рака. Тяжелая болезнь ежегодно уносит жизни около 2000 человек. Вчера отмечался Международный день детей больных раком. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно онкологические заболевания диагностируют у 300 тысяч детей по всему миру. В России число детей больных раком достигло рекордного уровня. Под наблюдением в онкологических учреждениях страны прибывают более 20 тысяч детей. Наш корреспондент Алина Багилова побывала там, где больным детям и их родителям возвращают надежду на жизнь. У вашего ребенка рак. Эти слова разделяют жизнь родителей на до и после. Действительность для каждого члена семьи полностью меняется. Все страхи, переживания, проблемы будто бы отступаются и становятся неважными. Появляется общая цель – спасти близкого человека. У трехлетнего сына Дианы Исмаиловой, которая лечится от болезни, сложное название – острый лимфобластный лейкоз. Диагноз был крайне неожиданным для всех родных. У мальчика все началось с синяков по всему телу. Медики сначала думали, что это обычная простуда. Но придя в онкологический центр, диагноз врачей прозвучал как приговор. Дальше все согласно режиму – госпитализации, иммуномодуляторы, капельницы химии. Сейчас у мальчика ремиссия, но основное лечение еще впереди. Конечно, шок был для всех. И ему он домой хотел постоянно. Но здесь такая обстановка, были другие дети, он как-то привык. Но сначала я пришла, мне тяжело было. Потом я посмотрела на других мамочек. Мы же не одни, другие мамы поддержали, объяснили. Здесь каждого ребенка можно назвать бойцом. Ведь живут ребята совсем не детской жизнью. Отвлечься от больничной рутины помогают разве что мультфильмы, игрушки, раскраски. Что ты там рисуешь? Вот это. Родителям и медикам вместе предстоит спасать маленькие жизни, поддерживать отважных пациентов, бороться с бытовыми проблемами. Все это почти невозможно сделать без веры в победу, в профессионализм врачей, а иногда в чудеса. Мы к этим деткам настолько привыкаем. Мы живем уже одной семьей. Эти мамочки, они у нас лежат по 5-6 месяцев. И мы становимся как родные друг к другу. Ихняя боль, их что-то тяжелое, их состояние – это наше состояние. По статистике, от 3 до 5 тысяч детей в год заболевают онкологией. Если раньше выздоравливало порядка 20% больных, то сейчас по статистике получают надежду на новую жизнь до 80% больных. И каждая очередная история излечения от рака является поводом для оптимизма и веры в то, что излечиться и побороть этот недуг можно. Главное – верить. На сегодняшний день мне не стыдно сказать о наших результатах. При такой высокой заболеваемости нам удается сдерживать смертность. И наша смертность меньше, чем по Российской Федерации. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал «ННТ Махачкала». На этой неделе во всем мире отмечался День радио. Праздник это относительно молодой, его утвердили в 2011 году. А дата, 13 февраля, выбрана не случайно, поскольку именно в этот день некогда впервые зазвучало радио ООН. Одна из самых популярных радиостанций в Дагестане – Ватан. Наша съемочная бригада побывала в студии, где записываются интересные передачи и прямые эфиры на самые актуальные темы. Луиза Раджабова продолжит. Радио с именем отчизны Ватан – единственное в республике и за его пределами, которое ставит во главу угла народно-патриотическое воспитание. Вот уже 13 лет на волне. Главное отличие Ватана – отсутствие узконаправленных тем для обсуждения. Профессиональный праздник, ведущий одной из популярных радиостанций Дагестана, встречают на рабочем месте. Живое общение со своими радиослушателями не утомляет, а придаёт им ещё больше новых сил. Я слышала, что у нас с ней очень похожие голоса, и иногда нас, когда слушают, даже не могут различить. То есть настолько, в общем, на одной волне мы находимся во время эфира. Самое приятное – это когда слушатели начинают нас просто звать в гости. Да, у нас был даже такой случай, когда самый активный наш слушатель, Мухаммад Расул, Чабан, между прочим, он просто собрал весь коллектив радио Ватана и пригласил к себе домой. Разнообразный плейлист вещания включает в себя тематические радиопередачи, например, на религиозную тематику, научную или политическую. Кроме этого, каждый день можно услышать новости региона, и всё в режиме онлайн. В свет на радио Ватан выходит как познавательные, так и просветительские передачи, в частности, аудиокниги. Мухаммад Ибн Сирин. Я не видел человека, более сведущего в богобоязненности и более богобоязненного в постижении религии, чем Мухаммад Ибн Сирин. Мурик Аль-Иджли. Сейчас идущие в эфире книги о сподвижниках посланника Аллаха, саляллаху али-гивасалям, и где-то через неделю, через максимум 10 дней, как только та закончится книга, через неделю максимум. И в эфир, иншаллах, будут выходить картинки из жизни табиинов. С развитием телевидения и интернета радио не потеряло свою актуальность. Ватан – одна из самых популярных в Махачкале. Ватан радует своих слушателей буквально с самого утра и готовит интересные проекты и продолжает развиваться. Больше знаний хотят зрители от радиостанции Ватан, и мы сейчас стараемся, прорабатываем новые проекты, которые позволят укреплять знания и даже отвечать на вопросы, которые, наверняка, у наших слушателей имеются. Также последние месяца три, наверное, проехался по городам России, и было очень приятно, что именно через приложение многие даже в пути, в дороге включают радиостанцию Ватан, подключают своим приемникам в автомобилях, слушают, и это повсеместно везде это радует. Желаю приятного прослушивания всем слушателям радиостанции Ватан, следите за новостями, совсем скоро много чего интересного вас ждет. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, Новости Нанте, Махачкала. Дагестан с рабочим визитом посетили гости из королевства Бруней. Ректор Исламского университета имени султана Шарифа Али и его заместитель встретились с представителями власти и муфтияда республики. Они посетили ряд учебных заведений и самую масштабную народную стройку Дагестана, духовный центр имени пророка Исы, мир ему. С какой же целью приехали к нам гости из далекого Брунея, преодолев 10 тысяч километров пути, расскажет Хамзанур Магомедов. Таким стихотворением о мире и добре на малайском языке встретили гостей из Брунея студенты гуманитарно-педагогического колледжа. Нур Ирфан Бинзайнал и его помощник поразились такому гостеприимству. Основная цель их визита заключение соглашения о сотрудничестве между образователями учреждениями Брунея и нашей республики. «Мы в дальнейшем будем сотрудничать. У нас состоится обмен студентов, обмен преподавателей и обмен специалистов. Мы уже с марта месяца готовы принять студентов из Дагестана». Брунея в 10 раз меньше Дагестана по территории, да и живет там меньше полумиллиона человек. Однако это одна из самых богатых стран исламского мира, занимающая одно из первых мест в Азии по уровню жизни. Гости из Юго-Восточной Азии встретились со студентами и преподавателями не только ГПК, но и Дагестанского гуманитарного института, Дагестанского исламского университета и медколледжа имени Башларова. Они сообщили им, что высшие учебные заведения Брунея готовы принять дагестанцев. «Мы готовы для поддержки наших студентов в дальнейшем учебе, но это нужно в первую очередь их желание. После окончания нашего учебного заведения они могли бы продолжить свою учебу в Брунея». После подписания официальных документов о сотрудничестве гостей направились в духовный центр имени пророка Иса Мир ему. Им показали возводимые здания комплекса и подробно рассказали о грандиозном проекте. «Было очень приятно видеть, что в вашей стране реализуют такие социально значимые проекты для мусульман. И то, как свободно вас тут практикуют ислам, как развивается ваша религия и любовь ваших граждан к исламу. Очень значимо, что именно в Дагестане строятся такие проекты, которые служат центром притяжения к себе людей, исповедующих другие религии». Накануне до этого бурнейцы посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди и министра по национальной политике делам религии Энрика Муслимова. Они рассказали о своем вузе и желании тесно сотрудничать в разных сферах, укреплять межгосударственные связи и повышать уровень образования дагестанских и бурнейских студентов. В знак дружбы и согласия стороны обменялись памятными подарками. Хамзан Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Насколько безопасна продаваемая на рынках Махачкалы продукция? Отвечает ли требованиям нормативов то, что мы покупаем и употребляем пищу? Управление Россельхознадзора совместно с объединением потребителей России провело рейд, направленный на выявление некачественного товара и фальсифицированной продукции на втором рынке. На этот раз проверяли молочную продукцию и мясо. Подробнее в сюжете моих коллег. Молочный павильон второго рынка торговля кипит, покупателей здесь немало. Однако и продавцов, не соблюдающих правила продажи скоропорчащихся продуктов, как выяснилось, тоже не меньше. Вот, например, сметана без срока хранения. А когда она сделана? А? Да, вторник. Вторник? Да. А где здесь написано? Нигде не написано. А почему же? Ну, вы хотя бы этикетку, что ли, какую-нибудь наклеивали? А вот на этом масле точно не подскользнешься. Бутерброд со спредом не будет падать маслом вниз. Дешевый и вредный аналог сливочного масла за 330 рублей здесь не редкость. Только вот продается суррогат под видом настоящего лакомства. Невооруженным взглядом отличить его от настоящего масла у покупателя вряд ли получится. Спред молочно-сливочный, растительный. А продается как масло, да? То есть вы считаете, что спред 330 рублей стоит, да? Спред 330. Это за килограмм? За килограмм. Сливочно? Малорастительный, южанка. Ну вот, пожалуйста. Вот он что-то написано. Однако у продавцов своя версия происходящего. Рынок ничего не дают с нас, сделают. Ага. Ну вообще ничего. Ни пищевую пленку, ни парту. Нет, нет, нет. Ни партуки мы сами, пищевую пленку мы сами, пакеты мы сами. А как часто сам рынок вас проверяет? Рынок, вот люди из рынка ходят и проверяют. Как часто? Не мы, а вот рыночные ваши? Рыночные каждый день анализы проверяют. У кого-нибудь какие-то выявления бывают? Нарушения, выявления? Выявлений не было. Предупрежден, значит вооружен. А всех бросающихся в глаза на нарушениях предупреждают и уже не в первый раз. Благодаря регулярным рейдам продавцы теперь накрывают сыр пищевой пленкой, а торгуют в фартуках. Да, это действительно незнание, это абсолютно безграмотность, в том числе юридическая безграмотность. Мы с этим вопросом сталкиваемся постоянно и не только в Дагестане, это практически везде. К сожалению, люди, открывая предпринимательскую деятельность и начиная заниматься предпринимательской деятельностью, попадаются в эту ловушку, вместо того, чтобы проконсультироваться с кем-то, как надо правильно вести предпринимательскую деятельность. Посыпают солью и пеньки для разделки туши, не забывая их выравнивать. У мяса теперь появилась должная маркировка и сопроводительные документы. Прежде чем выставить мясо на прилавок, его проверяют в ветеринарной лаборатории, расположенной здесь же, в павильоне. Мы наблюдаем значительное улучшение. В тот раз мясо и кури, по нашему требованию, они должны быть с клеймом. Клеймо на всей продукции должно быть читаемым. Этого в прошлый раз не было. В этот раз, где мы смотрели, проверили, есть овальное клеймо читаемое, есть ветеринарный сопроводительный документ. Вот эти вот пни, на которых режется мясо, они должны быть ровные, и под них должно быть пространство, чтобы оно ветералось. Но не везде это есть еще. Но это обручами они это потихоньку делают, где-то они есть, но не все эти пни, значит, неровные. Это точно не последний рейд, призванный улучшить ситуацию с безопасностью продукции на столичном рынке. По словам директора торговой площадки, с безответственными продавцами договора будут расторгаться. После каждой проверки обязательно результат бывает, какой-то сдвиг бывает. Ну, а так же замечаний меньше не становится. Уже становится, как бы. 90% вы сами же уже выделили, специалисты говорят, 90% уже устранено все. А те, кто не будут выполнять... Мы их лечим без ногу, расторгаем в ногу и лечим без... Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Каждый день наркотики уносят жизни людей. Находясь в любой точке мира, в любом социальном статусе, человек по-прежнему слаб перед этой бедой. Сегодня в России проблема смертельно-опасной зависимости разрастается. Но немало и тех, кто победил тягу к наркотикам и ведет здоровый образ жизни, мотивируя тем самым других. Мои коллеги побывали в реабилитационном центре «Мираж» и узнали, как борются с проблемой наркозависимые. Из десятка молодых ребят в этой комнате вернуться к нормальной жизни надеются все. Шесть месяцев – стандартный срок реабилитации, но это только минимум. Возможно, некоторым из них придется бороться с зависимостью всю жизнь. Но сейчас все они проходят программу «12 шагов» в реабилитационном центре «Мираж». Тут нет личного пространства в принципе. Общение с братьями, по несчастью, обязательная часть восстановительной терапии. Ежедневные психологические тренинги, дежурство по дому, молитвы. Выходить, звонить друзьям и даже родителям нельзя. Телефонов и телевизоров нет, но есть живое общение, и братья наши меньше, если станет грустно. Ребята, которые осознают свою проблему и не знают, как быть, на самом деле они знают, как быть, и не могут просто решиться. Мы призываем к тому, чтобы каждый человек остановился, услышал самого себя и принял правильное решение в плане обратиться за помощью. И я хочу сказать одно – хуже точно не будет. Два родных брата приехали лечиться из Москвы. Одному 16, другому 21. На вопрос о том, как вообще случилось такое, почему в дело втянулся младший брат, старшие отвечают, что причина всему – обиды на родителей. А еще то, что младшему якобы доставалось больше внимания. Дурной пример заразителен. Ход шло все. Соль, метадон, ЛСД, героин, марихуана. Юноша признается – денег на дозу всегда не хватало. Приходилось воровать и грабить. Тяжело очень, и до сих пор, короче, последствия сильные. Чем раньше начнешь лечение, тем лучше. То, что ты говоришь сам себе, завтра я перестану употреблять, это не работает. Мы с моим младшим братом уже год, вот, я употреблял на протяжении 7 лет, 14 лет. И вот последний год мы с ним говорили, сегодня бросим, сегодня бросим. И это сегодня нас только уводило больше в могилу. Если бы сюда не попали, то, скорее всего, либо были бы в тюрьме, либо на могиле. Уже стали худыми, начали воровать из дома все. И вот так вот. И перестали вообще понимать, где родные, а где чужие. Нам нужны были только наркотики. Причины и истории у реабилитантов разные. Все начинается банально – алкоголь или сигареты. А заканчивается зависимостью и неумением справиться с собственной бедой. Сказать «нет» разрушительному и пагубному увлечению. Когда я попробовал, мне стало хорошо. Не знаю, какое-то облегчение в теле, в душе. Никакую боль не ощущал. А у вас была боль? Да. Ну, с детства у меня это боль, потери родителей. Потом последний год-два я начал употреблять тяжелые наркотики. Это героин, начал колодцам. Не знаю, такой образ жизни вел на улице. Хотел показать, что я такой крутой или какой. Страдают от зависимости, как правило, самые близкие. Вспоминать о каждом случае тем, кто столкнулся с этой бедой, всегда сложно. Особенно, когда это касается самых близких. Например, родного брата. Отчаявшаяся женщина признается, что кому только не обращалась за помощью. Но последней надеждой в итоге стал реабилитационный центр. А еще мольба к Всевышнему об излечении ее брата. Конечно, альхамду ля, что сегодня он уже два года и шесть месяцев трезвости. Страх, конечно, был и остается по сегодняшний день. И страх уже не за него, а за своих детей. Потому что эта зараза, она... Я столкнулась уже с семьями, с людьми, которые реально принимают и столкнулись с этой проблемой. Поэтому об этом можно говорить много, но ничего хорошего. И, конечно, вина в родителей, в первую очередь нас, родителей. В свое время упущение, да. По данным специалистов, на 70% успешное излечение зависит от того, как поддерживают пациенты его близкие. Поэтому для родственников наркозависимых работает специальная группа психологической поддержки. Над родителями у нас бывают определенные дни в неделю, когда проводят родительское собрание. И там ведем беседы и работаем тоже над ними. И так как проблема зависимости – это проблема не одного человека. Это проблема также и соцзависимых дома, родителей, сестер, братьев. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Воротят нос от собственных домов. Жители улицы Маджалийская в Махачкале жалуются на жуткие зловония, которые разносятся по всему району. Причина тому – проблемы с канализацией, а точнее полное ее отсутствие. Специалисты Общероссийского народного фронта выехали на место, чтобы узнать, почему возникла проблема с водоотведением и как ее устранить. Побывала на месте и наша съемочная бригада. Слово Падемат Ханаповой. Раньше здесь было задовольческое общество, а теперь территория находится на балансе администрации. Тогда на этом месте находилась поливная система, а сейчас она превращена в канализацию. Жители жалуются, что попросту некуда выводить бытовые стоки. Вот и приходится не от хорошей жизни прибегать к таким отчаянным решениям. Вот эту баливную систему превратили в канализацию. Сточные воды, их канализация, а выхода воды дальше нет. В результате вот эта вода просачивается, затапливает вот эти трех-четырех дач участки. Ничего не растет, деревья сохнут, подвалы заливаются. Отсутствие централизованной системы канализации, по словам специалистов, главная проблема этого района. Решить ее непросто. На это потребуется много времени, сил и, конечно же, денег. Если говорить о будущем, то есть проект по строительству коллекторов диаметром 3 метра. Есть такой проект, и до сих пор он не реализован. Когда он будет реализован, если он будет реализован, или если будет второй вариант уже есть, если в северной части города будут построены новые очистные, или этот, или тот проект, если будет реализован, появится возможность в таких районах, как этот, строить отводящиеся сети. Правда, прокладка системы канализации, судя по реальному положению дел, не самая близкая перспектива. Сначала должен быть готов проект, затем уже мэрия будет решать вопросы о финансировании. На это могут уйти годы. Я думаю, вмешательство главы здесь будет необходимо, потому что здесь, во-первых, это затратная ситуация, здесь даже вопрос идет о миллиардах, потому что это вокруг города везде такая ситуация. Она застроена хаотично, без геймплана, без даже соответствующих документов. Жители сами создали себе эту проблему, когда хаотично строили. Пока вопрос не решен комплексно, жителям рекомендуют на время вырыть в грибную яму для сточных вод. В противном случае тут и до эпидемии недалеко, ведь во время дождей ситуации ухудшаются в разы. А случившееся недавно массовое заражение людей в Кизляре – грозное предостережение. В настоящее время единственное решение – это каждый гражданин, который оказался в этой ситуации, должен проявить добросовестность и использовать выгребную яму. То есть он не должен сбрасывать в первую попавшуюся канаву, как делают здесь жители, к сожалению. Он должен проявить гражданскую сознательность и использовать в соответствии с законом выгребную яму, так как здесь нет централизованной канализации. По тематам Аннабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!